Друзья, всем доброе утро! Доброе воскресное утро! Сегодня воскресный день. Этот день называет Библия святым, отделенным. Отделенным для цели, для встречи с Богом, для общения со своей семьей. Хочется, чтобы мы никогда не нарушали эту заповедь, данную Господом, каждому человеку Божьему. Чтобы воскресный день действительно был святым для нас. Чтобы мы отложили свои обычные дела и умели проводить время с домашними. И проводить время в Божьем доме, в поклонении, в слушании Божьего Слова. Потому что за всем этим стоит еще один очень важный процесс. О нем говорит апостол Павел в послании Ефесянам, 2 глава, с 19 стиха я прочту. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. Быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божье Духом. Каждый раз, когда мы приходим в Божье присутствие, собираемся вместе для молитвы, для хвалы, мы попадаем под действие Духа Божьего. Дух Божий что-то производит внутри нас, чтобы затем через нас влиять на мир вокруг нас. Свершается Божья работа. Апостол Павел говорит так, что мы устрояемся в жилище Божье Духом. Дух Божий устраивает из нашей жизни, из нашей личности, нашей души, нашего Духа, Дух Божий устрояет дом для Господа, чтобы Господь жил внутри нас. Идет строительство. Мне очень понравилось, давным-давно у нас была конференция, и проповедник сказал такие слова. Каждому верующему человеку, наверное, стоит написать две таблички. Спереди написать. Идет строительство. А сзади написать оно еще не закончено. Мы несовершенны. Бог совершает свою работу, устрояя Духом Божьим из нас, несовершенных людей, жилище для Господа Бога. Также в 21 стихе он говорит, что слагаясь стройно, стройно – это уже взаимодействие. Это когда один с другим, соединяясь вместе, Бог также устраивает дом Божий через нас. Нам нужно быть вместе. Нам нужно позволять Господу строить жилище Божье в нас, через нас. Чтобы этот мир, он ощущал Божье присутствие через наши жизни, наше поведение, наши слова, наше взаимодействие друг с другом, нашу любовь друг к другу. В нас много несовершенного, но Бог будет совершать свою работу. Давайте ему позволим это делать. И сегодня пусть будет очередной этап строительства, когда мы придем вместе пред лицо Божье, пред лицо нашего прораба, и получим какие-то следующие рекомендации, следующие наставления, что стоит нам поправить, какой следующий шаг мы будем делать в строительстве этого великолепного Божьего дома под названием Церковь. Все, дружья, Божьих благословений, хорошего дня и хороших вам сегодня богослужений. Аминь.